Выехали на прогулку, заодно поснимаем наши виды, какие у нас тут виды. Жалко, что уже, конечно, пооблетали листочки, но еще не все, еще в некоторых местах есть желтенькие, красненькие. Если б не дождик, ей было бы вообще красиво. Ну и с дождем тоже красиво, что ли? Ну, все такое мрачное, блеклое. В смысле мрачное, в смысле блеклое. Вот если бы на дорогах были эти самые грязь, болото, лужи, тогда было бы блекло. А так это типичное состояние Нейроландии. Ну, я согласен, грязи нет, но краса, цвета, видишь, они не такие яркие. У нас вообще хотя бы есть деревья зеленые, желтые. У нас просто на этих местах были бы голые ветки. У нас нет красных деревьев, меньше, но желтые у нас есть, что ты говоришь. У нас тополя так же желтеют. Ну, желтеют, но тем не менее. У нас тоже красивая осень. Если бы еще дома были красивые. Вот, заметьте, вот мы сейчас едем по улице, и здесь нет заборов, то есть вот таких вот глухих заборов. А здесь в домах у всех открытые, вот смотри, какие. Здесь вообще, кстати, дома очень такие, ну, богатые. И у них у всех, ну, виден передний двор. То есть, а этот двор, чаще всего люди за ним ухаживают. То есть вот красивые кустарники, цветы. Такие дома по 2-3 миллиона долларов стоят. Хорошо, вот такая погода у нас и будет до марта. Деревья падут, и начнется зима. Зима такая, градусов 10. Где-нибудь ближе к декабрю выпадет снег один раз за год. Ну, здесь снег выпадает почаще, чем один раз за год. Я не знаю. В прошлом году, по-моему, там пару раз выпало все. Главное в это время не ездить. Потому что день жестянщика. Тут горы. Вот мы сейчас едем с горы. Ты же не остановишься потом, если, ну, здесь гололед будет. И вот эту дорогу, кстати, честят. Это дорога, по которой автобус ездит. Вот даже сейчас вот покажу табличка. Тут написано Сноуруд называется. То есть снежный маршрут. И нельзя парковаться даже. О, сейчас поедем как витлом центр. Вон, как витлом центр. Вот там вот. С горы съезжаем уже. Мне вот нравится здесь, что дороги, они такие кривые. То есть не ровные, а вот прям загогулиные. Давай здесь налево. Во. И из-за этого нет ощущения бесконечной прямой дороги. Она такая некрасивая. Зато она есть, этот, внизу. Внизу есть прямые дороги, но это, как правило, там какие-нибудь шоссе, магистрали. Не, это те же самые американские супы. Ну, ты имеешь в виду в Поко, вот. В Поко как витлом. Возле Боронка школы. Ну да, да, там прямые, да. Ну там, мне кажется, эта дорога больше ста... Ну, не дорога, город, он более старее. Тогда еще были приняты несколько причин. В общем, там еще более старая планировка. Это первый момент. А второй, здесь-то гора. На горе не сделаешь прямые дороги, потому что гора кривая. И на горе постоянно, ну, извилины есть. То есть ты, чтобы подняться, тебя... Так, здесь направо. То есть, чтобы на горе... Вот, кстати, интересно. Сейчас красный свет, а мы можем ехать на красный свет. Долго внимательно. Сейчас остановись, да. И подъедьте. То есть, по горе не сделаешь прямые дороги. Потому что чаще всего гора повторяет профиль. Ой, дорога повторяет профиль горы. Иногда горы бывают, там такие крутые. Ну, серпантин там был. Ну, поэтому серпантин делать. Вот, например, мы сейчас едем. Это тоже как бы подъем. Он серпантинный. Потому что если это ровно построишь, у тебя будет наклон очень сильно высокий. Ну да. Так, это мы сейчас выйдем на Дэвид-авеню. Ну, поехали, поехали прямо. Это Пайн-3 улица, да, если я не ошибаюсь. Пайн-3. Ну, как бы, да. Прямо? Прямо, да. Давай поедем. Ну, в центр проедем, там посмотрим. Хорошо, давай. Вот это вот пересечение Дэвид-авеню. Тоже одна из больших улиц. И вот если сейчас прямо поедем, мы приедем ровно в центр города. города, как видно. Там сейчас будет City Hall. Здесь очень красивый этот самый апартмент. Вот здесь вот апартменты не видно. А вот у них такой фонтанчик, и здесь фонтанчик лосось. У них тут как бы эмуляция, как будто этот самый водопадик. Ладно, мы поехали. О, сейчас подъедем. Это наш центр города. Очень странно, кстати. Как видно, он такой более Г-образный и вытянутый. Мы сейчас в одной части этой буквы Г. Здесь вот находятся парки и озеро в центре. Лафарж лейк называется. Лафарж. Здесь кончается метро. Вот. И можно сесть на эту метро и доехать в Ванковер. И вот здесь вот, кстати, Дуглас колледж. Можно учиться здесь. И еще школа средняя. Вот. И вот в метро, кстати. И еще прямо? Да, прямо, да. А ты там мало ли захочешь куда-нибудь повернуть? Ну, конечно. Вот, здесь конечная станция метро. Метро мне вообще обалденно нравится. Автоматическая. Вот. Вот. Без всяких водителей. Можно спереди сидеть и ездить. А вот это City Hall. Вот это администрация города здесь заседает. Вот эта штука у них горит. Сейчас светло. И вот здесь вот все деревья тоже горят. То есть сейчас не видно, но вечером они, наверное, включат и загорится. Вот. И чуть-чуть даже многоэтажки у нас есть. Такие не сильно высокие. Ну, этаж и 30, я думаю, точно есть. Здесь метро рядышком с нами идет. Это вход в подъезд. Там подъезды, как правило, тоже красивые. О, наши машины видно тоже. Где? Ты на дорогу смотри. Вот это, кстати, библиотека. Библиотека очень популярна на ней. Постоянно, ну, куча народу сидит. Сейчас не видно, да. Там туда сидит. Это какой-то маленький шопинг-центр. Что это, кто это? Нет, не торопись, пропускай. А там куда? Торпози. Окей. Значит, мы сейчас доедем до поворота на Локхид шоссе и повернем налево. Вот где две полосы налево, нам туда надо будет повернуть. Налево поворачивать? Налево. Самый лево? М-м-м-м. Нет, можно в этом лево повороте. Чтобы, блин, дождик пошел неудачно. Здесь очень... не торопись, не торопись, куда что-то поджимаешь. Полиция. Надо поворачивать направо или там? Нет, не надо. Прямо так и... А? Это вот... Я не помню какая улица, по-моему, Барнет или Локхид. Вот это суперстор у нас магазин. И она выйдет... Она выезжает из города. Мэпл Рич. Если бы по ней ехать, мы в Мэпл Рич не приедем. Сейчас будем подъезжать. Там еще будет речка, как в Витлам. Мост будет такой. Вот такие вот американские дороги у нас здесь. Магазин очень широкий. Мы сейчас видим, сколько у нас тут полос. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять полос. По одной стороне дороги. Мерзь длиня. Если кто справа от тебя, пропускаем. Вернее, не поджимаем. Здесь всегда чуть-чуть превышает. А, да не надо. Зачем? Пидеть свою скорость и все. Ну, здесь всегда чуть-чуть превышает. Тут километров на 10 они всегда больше шпарят. как бы даже даже полиция он едет это 50 скорость разрешенной но не 60 дальше кстати дорога там 60 начинается разрешенная вот кстати мост через речку как видно сейчас посмотрим там река у нас есть река есть рыбаки есть или нет а вот мы уже приехали в другой город называется порт как видно название все с полицей никак не расстанемся в пункт как вид нами тоже есть высотка на штуку целую такой чуть поменьше это у них вот называется типа плаза в этих плазах есть какие-то там либо кафешки магазинчик и как правило стоит такая вывеска и на ней можем почитать что на этой плазе находится плаза эта площадь вот очень мне нравится как у них организованное движение то есть вот это вот светофор стрелка налево у них и все едут налево и никто их не задерживает у них выделенная стрелка дальше стрелка у них красная загорелась и не будет ждать нам зеленая вот видишь здесь знак уже 60 но это то себе сюжетом на на следующем светофоре направо они сейчас нет сейчас нет нет нельзя потому что видишь знак а там бантом свернут а а здесь специально они сделали сужение дороги для того чтобы потом дальше было расширение ты не разгоняйся у тебя скорость уже очень большая ты посмотри на них нам направо надо юра сейчас да вот сюда здесь гаи местные сдает экзамены налево шелтер чек пропускаешь здесь гимнастический какой-то зал макдональдс а за этим забором этот какой-то депо железнодорожная здесь в углу настоян как промзона здесь какая-то ладно вот она короче наши гаи здесь все сдают экзамены сюда приезжаешь вот эти таблички п люди паркуются он даже учатся вещь все парковаться учиться в любом месте лучше здесь просто ты смотришь какие здесь дороги есть тоже ученик паркуется кстати фура тоже учебная тоже люди сдают еще куда тут одна дорога ерунда видишь don't enter подожди а нам туда нельзя да получается знак видишь ну да значит вы нельзя ехать вот тренируешься парковаться ну ищи там где можно так это вот видишь задом вот надо учиться парковаться потренируемся пока парковаться все учатся ученики с папами мамами